3 всем привет готовим сегодня что-то вроде как полов сейчас расскажу 150 грамм подсолнечного масла третью часть пачки как она называет честно тут килограмм я третью часть где-то пачки практически насыпала сухая овощная смесь 105 грамм масла подсолнечного сухая смесь 100 грамм сливочного масла сюда добавил помешать сейчас сейчас засыпем рис воды рис по пачке ну тут сколько тут 800 грамм пачк наверное рис длинный а что не в окружу ну какой есть длинный тоже вкусный так воды сейчас сначала надо перемешать чтобы он был не слившийся пусть он в масле перемешается тогда он будет не слившийся если его в масле перемешать вот сейчас а уже потом добавить сейчас воды он будет тогда не слившийся пол литра еще пол литра потому что много литр воды на пол килограмма риса да теперь когда все это потушится я буду так периодически перемешивать вот я просто что прям не крутится добавлю банку тушенки туда потом когда уже рис распарится получится практически как плов и еще чтобы вот такой вот приправку добавлю тут уже и соль есть и все ну капелька еще подсолю вот это для плова и мне кажется получится неплохой плов все равно вкусный в большой семье все пожрется ну уж не такая уж и большая семья не пожрется поесть не не я в трусах я не буду тебе ладно но лицо нет ну просто приветствую нет люди тоже хотят чтобы ты тоже был всем привет я и так скажу ну все я с тобой дружу давай всем привет да посмею я ниш снимать я не собираюсь я ниш снимать не выдумай хватит всем привет я очисел че ты сделал очисел 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 да ну че все ну все хватит улыбиться все хватит в таком царапанчике сейчас покажу вот такой вот прямо с карманчиками вот купили сегодня еще одну рамку камера правда у нас на алкотеле я не буду хворить да да не зато цвет передачи нормальная а у нас сегодня работу взяли казанскую девушка взяла на день рождения маме короче история она это берет у меня работу пока мы с ней разговорились нет нет пока мы с ней разговорились там про все как делается вот это все у нее в пакете был короче конфеты она матери на день рождения купила там цветы и это у нее маленький сын годика 4 короче пока мы разговариваем а пакет сзади нее стоял ее сын берет открывает эту коробку и половина конфет просто взял и съел половина это штук 10 по-моему я смешиваю дорогие конфеты нормальные дорогие конфеты вот эти как вот дульчуаф или как они называются дорогие конфеты но она меня так угостила там 3 конфетки я из хамяча одну матери отдам ну вот носочки купили двое носки это не важно ну ладно кошкам какой корм купили опять они у нас уже зажирались шиби купили злобные шиби панкреатин им сегодня давали а то мы переживаем вдруг будут обжираться у черныша у нас просто у черныша просто привычка обжираться мы им немножко в корм добавили панкреатин не немножко 5 таблеток это раз в неделю это полезно для кошек только не каждый день панкреатин обычный такой в аптеке для людей обычно да у нас для них арестов и для перещин пищеварения для кошек хорошо добавили потому что черныш у него привычка обжираться для своих 7 месяцев он уже очень жирный да он жирноват он мира не изменит да он жрет и 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 жрет ну ну вот вот такие дела ну баранки гну может как-нибудь съездим куда-нибудь в какой-нибудь город да с работами ну че у нас тут вот осталось я начал откладывать на телефон какой-нибудь к силам 4 или 5 буду себе брать ну че там 10 рублей отложил ну вот казанск у нас осталось 300 уже отложил это серафим саровский остался ангел-хранитель остался три работы у нас осталось ну вот надо теперь делать матроншку и еще одну казанскую наверное ну вот такие вот дела давай а то долго видео будет вкладывать всем пока до свидания ставьте лайки если не жадные пишите комментарии да ну вот… я двух